Привет-привет-привет Сегодня мы с тобой будем читать книгу Макс Фрай Сказки старого Вильнюса Я уже выбрала один рассказ Надеюсь, он тебе понравится Рассказ называется Переволок Краевасец Темнее, чем просто тьма Ну что ж, приступим Темнее, чем просто тьма Будет говорить он потом Много лет спустя Когда заинтересуется словами настолько Что научится извлекать Из своего узкого змейного горла Необходимые звуки А из пылающего Беспокойного ума Подходящие смыслы И сводить их вместе Ближе, точнее Еще точнее Еще Темнее, чем просто тьма Потому что обычная тьма Опирается на восприятие И интерпретацию наблюдателя Осведомленного О существовании света и тьмы Способного отличить одно от другого И сделать правильное умозаключение И назвать тьму тьмой А та Изначальная тьма О которой он будет пытаться рассказать Самому себе Больше никому Потому что больше, конечно же, некому Не нуждается в опоре Самим фактом своего присутствия Она исключает Возможность появления наблюдателя Как, впрочем, и любую другую возможность Пока есть эта тьма Ничего больше нет Темнее, чем просто тьма Так он станет потом описывать время Когда его еще не было А значит, вообще ничего не было Как бы ни старалась Сейчас убедить его яростная Разноцветная, веселая реальность Как будто уж она-то была всегда Смешно Как хоть что-то могло существовать без меня Только что было темно Темнее, чем просто тьма И вдруг ослепительная вспышка Не свет, а голос Конечно, он есть Это было хорошее Наверное, вообще, самое лучшее лето Хотя, по идее, оно должно было Стать совсем никудышным Скучным, бессмысленным Никаким Что-то пошло не так Это уже потом Повзрослев, Яшка узнает, что в том году Отца уволили с работы А весной он нашел новую Поэтому летний отпуск ему не светил Да и долгов накопилось изрядно Традиционную поездку к морю Пришлось отменить И Яшке предстояло все лето Присадить в городе Мама по этому поводу Ходила с подчеркнуто скорбным лицом Как вдова в кинофильмах Про войну Так что Яшка сперва даже испугался Что же такое страшное происходит Летом в городе От чего нам теперь не спастись Соседка не Йоля Семиклассница Которая сидела с Яшкой по вечерам Когда его родители уходили в кафе Или в кино И какое на самом деле счастье было не знать Что ей за это платят И думать, что она Такая взрослая Сама почему-то захотела с ним дружить Так вот Соседка не Йоля Сперва начала была рассказывать Что летом Когда многие уезжают Кто в деревню Кто к морю И в городе остается Совсем мало людей На его улице приходят Лесные духи В реки приплывают русалки А по ночам из могил Выкапываются мертвецы И устанавливают свои порядки Но когда увидела Что Яшка вместо того Чтобы испугаться Пришел в восторг Тут утратила энтузиазм И кисло сказала Все равно для нас они невидимые А потом добавила Людям летом в городе скучно Ничего интересного не происходит И даже в кино крутят только старые фильмы Тебе не повезло? Обычно Яшка верил каждому ее слову Но насчет скуки в летнем городе Поверить так и не смог Наделенный ясным Скептическим умом Он был способен подвергнуть Сомнению все, что видел Слышал, думал, помнил и ощущал Но одно знал твердо С тех пор, как голос сказал Конечно, он есть Тьма перестала быть чем-то большим Чем обычная темнота Глубокого погреба А сам он напротив стал чем-то Светом? Нет, пожалуй, тогда еще не светом Но возможностью Существования света, наверное Все-таки стал В июне мама взяла отпуск И они с Яшкой очень много гуляли Сделали так Купили карту города Разделили ее на двадцать Примерно одинаковых участков И каждый день Отправлялись исследовать Новый район Но угад Это торжественно Называлась экспедиция И оказалось неожиданно интересно Особенно После того, как Отец стал придумывать Для них задания Каждый раз какие-нибудь новые Записывать всех попадающихся На встречу собак Отмечая породу Или хотя бы цвет Размер Обязательно Найти книжный магазин И купить там книгу Запомнить И подробно Рассказать ему Как выглядит двор дома Номер пять По такой-то улице Сосчитать количество Встреченных по дороге Грузовиков И так далее Простые задания Вносили его в долгие прогулки Охотничий азарт Маме это нравилось Не меньше, чем Яшке Она потом еще долго вспоминала Отличный получился отпуск Хоть и не поехали на юг А потом наступил июль И мамин отпуск закончился Теперь гуляли только по выходным Втроем Вместе с папой И это было здорово А в будни Яшка оставался один По рукам и ногам Связанные настоящей Рыцарской клятвой Не уходить дальше двора В котором, честно говоря Было даже скучнее, чем дома Где его ждали конструкторы Разрозненные тома Старых энциклопедий с картинками Там в основном и сидел Первые несколько дней А потом в город вернулась Соседка Ниоля И теперь задним числом понятно Что после разговора С Яшкиными родителями Вызвалось составить ему компанию Не каждый день, но довольно часто Иногда Ниоля Водила его в парк Где были качели Или в кино Иногда провожала до библиотеки На несколько часов Оставляла в большом, прохладном И совершенно пустом читальном зале Среди невозможно разноцветных журналов А потом возвращалась И уводила домой Это, собственно, оказалось самым интересным Возвращаться домой из библиотеки Она была довольно далеко Почти полчаса пешком Это, если самой короткой дорогой А Яшке часто удавалось уговорить Ниоле пойти каким-нибудь Новым, дальним, кривым И им обоим незнакомым путем Она и сама любила Блуждать в переулках Перелезать через чужие заборы Подбирать с травы Самые первые, мелкие Невыносимо кислые яблоки И не умолкая Пересказывать Услышанные от деревенских подруг Страшные истории про ведьм Леших, русалок Волков, оборотней, гномов И домовых Яшка эти истории обожал И совершенно не боялся Больше всего на свете Хотел своими глазами На кого-нибудь этакого посмотреть И заранее не сомневался Что с этаким Запросто можно подружиться Однако быстро сообразил Что если держать в восторге при себе И делать вид, будто испугался Историй будет гораздо больше Не Юле нравилось его пугать На запрошенный дом Они наткнулись случайно Когда в чужом дворе Куда залезли Чтобы сократить На самом деле Наоборот Удлинить и окончательно Запутать дорогу На них стала лаять большая собака Пес вроде бы сидел на цепи Но вместо того, чтобы гадать Насколько она длинная С перепугу перемахнули через забор И некоторое время бежали Куда глаза глядят А когда запыхавшись Остановились Увидели совсем рядом Пугасившийся Двухэтажный дом Почти полностью Скрытый зарослем И хмеля Дикого винограда Расмина Смородина И еще каких-то кустов Подошли ближе Обнаружили выбитые окна Дверь Заколоченную крест На крест Разрушенное крыльцо Переглянулись Ниёли нахмурилась Но тут же решительно кивнула Полезли Ей самой Хотелось исследовать Этот заброшенный дом А вдруг там найдется Что-нибудь интересное Подружки ей все уши Прожужжали рассказами О брошке из настоящего золота Которую чьи-то знакомые Нашли в подвале Пустующего дома На краю соседней деревни И Ниёли, конечно, тоже теперь мечтала Что-нибудь такое найти Даже не обязательно золотое Лишь бы красивое Таинственное Неизвестно откуда взявшееся С никому не известной Удивительной историей Которую можно придумать самой Именно этим Настоящие сокровища И отличаются от просто вещей Но одна она вряд ли Куда-то полезла А с Яшкой Вполне можно Ниёли ни за что бы себе Не призналась Но рядом с этим Избалованным Соседским мальчишкой Чьи родители Были готовы Платить деньги Лишь бы он не скучал Ей было совсем не страшно Такой вот удивительный эффект Поэтому Ниёли так старалась Его напугать Не то из благодарности Не то в отместку Но на самом деле Раз за разом Неосознанно проверяла Крепость своего защитника Неужели опять не испугается А так А сейчас Мальчишка попался Совершенно бесстрашный Ничего не боялся Только прикидывался Очень неумело Но не Юле почему-то Было приятно его притворство Как аплодисменты актеру Как будто Яшка Таким способом ее благодарит Так оно впрочем и было И в тот день Когда они Осмотрев заброшенный дом Сквозь сгнившую половицу Которого Проросла высокая Луговая трава Нашли лаз Ведущий в погреб И решили туда залезть Не Юля крепко держала Яшку за руку Объясняя Если упадешь и разобьешься Твоя мама мне голову оторвет А на самом деле Конечно просто вцепилась в него Чтобы не так сильно бояться И это как всегда помогло Иногда убеждал себя И даже почти по-настоящему вспоминал Что сначала До голоса Навсегда отменившего тьму Было предчувствие голоса Ну или не само предчувствие А только тень возможности Предчувствие Бледное Как свет далекого фонаря Но всякий раз вовремя останавливался Говорил себе Не надо сходить с ума Если и было какое-то предчувствие То не у меня Потому что меня тогда еще не было Совершенно точно не было Сначала голос А уже потом я Но все равно любил вспоминать Почти вспоминать О предчувствии Которого не было Потому что если оно все-таки было Он сам тоже был Еще до голоса А значит вообще всегда Верить в это оказалось приятно А чего еще требовать от веры Больше ни для чего она не нужна В погребе было совсем темно К счастью Яшка никогда не расставался с фонариком Папиным подарком Везде носил его с собой А включал редко Экономил батарейки Которые в ту пору Было очень трудно достать В общем Правильно делал, что экономил Теперь фонарик понадобился По-настоящему Для дела А не для баловства Чтобы осветить лестницу По которой спускались Когда ступеньки закончились Хотел выключить Но не Юля велела Оставить как есть Сказала В темноте споткнешься И упадешь И что я тогда твоей маме скажу? Ну нет уж Яшка оставил фонарь включенным И они обошли весь погреб Не Юля горячо шептала ему в макушку Что в заброшенных домах Духи прячут драгоценности Снятые с утонувших В болоте путников И провалившихся В канализационные люки горожан А когда он спросил Что за духи Не стало как обычно Туманно объяснять Разные Очень страшные Но для нас невидимые Пока не приснятся И уж тогда держись А ответил Ну например Айтварас И торжествующе Уставилась на Яшку Как будто этим Было сказано все Но Яшка конечно спросил А кто такой этот Айтварас? Вот балбес Ты что не знаешь? Изумилась не Юля И Яшка отрицательно Помотал головой Потому что и правда не знал Но на самом деле Откуда бы? Они переехали в Вильнюс Всего три года назад А до этого жили в Самаре Которую он почти не помнил Местной родни у них не было И ни единой завалящей Про бабушки С какого-нибудь Дальнего хутора Некому было рассказывать Яшке Местные легенды Была Впрочем Книжка сказок Очень большая Толстая Но ее он пока не прочитал Айтварас Это такой ужасный дух Примерно как черт Объяснила У нее Очень страшное Привидение Может выглядеть Как огненный змей А когда хочет Обмануть человека Прикидывается Кошкой Или вороной Но смотреть на такую ворону Все равно Сразу чувствуется Что-то с ней не так Огненный змей Мечтательно Повторял Яшка Забыл на радостях Что надо Притворяться Испуганным То есть дракон Который иногда Превращается В ворону Или кошку Как здорово Нашел чему радоваться Зашипела Ниоле Айтварас Задолой Ужасный Он насылает На людей Ночные кошмары Такие страшные сны Что люди Вовсе перестают спать Лишь бы их не видеть Вот ты сейчас болтаешь Айтварас Где-нибудь тут сидит И уже придумывает Какой бы кошмар На тебя сегодня Наслать В ответ Яшка Так широко улыбнулся Что не Ёли Окончательно На него рассердилась И сказала Просто Чтобы досадить Глупому мальчишке А вообще Это просто сказки Никакого Айтвараса На самом деле нет Ну конечно Он есть Воскликнул Яшка Который Уже явственно Представил себе Великолепного Огненного Змея-дракона Который умеет Превращаться в кошку А значит Получается Его вполне Можно забрать Жить домой Как-нибудь Уговорить маму С папой И потом Всю жизнь дружить С этим волшебным духом Хранить его тайну И каждую ночь Смотреть интересные сны Про войну С инопланетянами Именно так Яшка Представлял себе Ночные кошмары Расставаться Бегом А Яшка шел сзади Светил своим Фонариком А если бы Мы просидели Там подольше Думал он Огненный змей Решил бы, что мы свои И вышел бы к нам Знакомиться Было бы здорово Я бы хотела На него посмотреть Потом Много позже Как следует Распробовав Вкус Множества Разных жизней Задним числом Испугался А что Если бы я так И не появился И ничего бы не было Никогда Но быстро опомнился И выкинул из огненной Своей головы Глупые Робкие мысли Сказал себе Этот мир Без меня невозможен Ничего на свете Не могло быть Без меня Не то, чтобы он действительно В это верил Но Жить с такой убежденностью Было легко И приятно А это очень важно Чтобы было легко И приятно Тогда Гораздо проще Летать Не Йоля наотрез Отказывалась Снова идти В заброшенный дом Даже в переулок Кривасис Откуда они туда попали Больше никогда Не сворачивала Обходила Дальней дорогой Пугала Яшку Не Айтварасом А милиционерами Которые запросто Могут арестовать всех Кто залезает В чужие дома В милиции Яшка боялся Примерно так же Как духов Мертвецов И русалок Ну то есть Ужасно хотел Познакомиться С каким-нибудь Настоящим милиционером И расспросить его Обо всем на свете И попросить Показать пистолет И может быть Даже уговорить Дать его подержать Хотя надежды На это конечно Было немного Но Переубедить нее Не смог А выходить За пределы двора В одиночку Ему по-прежнему Мешала Настоящая Рыцарская клятва И как тут быть Осенило его Внезапно В читальном Зале Детской библиотеки Куда не Ёли Его в очередной Раз привела И оставила Пообещав Вернуться к двум часам А пока Была всего Половина двенадцатого И Яшке Совсем не хотелось Рассматривать Журналы Не то настроение Окончательно Заскучав Яшка Вдруг Сообразил Что в настоящей Рыцарской клятве Которую он Торжественно произнес В последний день Маминого отпуска Речь шла Только о том Что он не станет Выходить из двора От библиотеки Не было сказано Ни слова Ясно Что родители Рассердятся Если узнают Что он ушел Не дожидаясь И бродил по городу Один Но это как раз Ерунда Наказание И Яшка Совсем не боялся Нарушить Настоящую Рыцарскую клятву Это был бы Страшный позор А так Ну просто проступок Обычное дело Все равно Что чашку разбить Тем более Они ничего не узнают Никто Ничего не узнает Думал он Если я вовремя Вернусь В библиотеку А потом Не проболтаюсь Не Йоле А я не проболтаюсь Буду хранить тайну Она сама виновата Что не хочет Идти в тот дом Дорогу К заброшенному дому Яшка нашел легко У него была цепкая память И единожды Пройденный маршрут Он не забывал Уже никогда Чужой двор В перевулке Краевасис Он на этот раз обошел Чтобы лишний раз Не ссориться с собакой Которая впрочем Ни разу не залаяла Пока он бродил вдоль забора Наверное спала Но все равно Лучше не связываться Поэтому К заброшенному дому Заросшему хмелем И диким виноградом Яшка подобрался С другой стороны И сразу Полез в погреб Не Йоле Именно там Рассказала Про Айтвареса Впрочем И так ясно Что все самое интересное Должно скрываться Где-нибудь под землей В темноте Удержался От искушения Обшавить с фонарем Все темные углы Подумав Что ему самому Было бы неприятно Если бы так поступил Забравшийся В его спальню Незнакомец А поэтому Просто уселся Поудобней И принялся ждать Время текло медленно И Яшка был уверен Что просидел В погребе до вечера Но потом Оказалось Совсем недолго Даже в библиотеку Вернулся Раньше не Йоле Так что Об этом его побеге Никто никогда не узнал Но пока сидел В погребе Ему казалось Что прошло уже Много-много часов Родители Вот-вот вернутся С работы Начнут его искать Страшно Подумать Как попадет Не Йоля Только за нее И вылез из погреба А вовсе не потому Что перестал ждать И верить Сказал себе Конечно Айтварес тут есть Просто спрятался Спит Или улетел По своим драконьим делам Он знал Что такое Благодарность Он вообще Довольно много знал Откуда Отдельный вопрос Ответа На который у него не было Только Догадки Настолько смутные Что обсуждать их Было затруднительно Даже с самим собой Но что такое Благодарность Он знал задолго До того Как научился ее Испытывать И отдавал себе Отчет Что руководило им Вовсе не это Возвышенное чувство А желание Подолгу Находиться рядом С источником жизни Он был Весел И бодр Но явственно Ощущал Недостаток сил Как ощущают Голод И жажду И прекрасно знал Что следует делать Чтобы их утолить Если хочешь Надолго войти В человеческий дом Сделай так Чтобы тебя Пригласила Хозяйка Сказал он себе А его слово Никогда не расходилось С делом Собственно Этим волшебные существа И отличаются От людей Остальные Различия Не столь существенны Кота Принесла мама Это было Примерно Так же удивительно Как если бы Она провела в дом Бродячий цирк С шатрами Тиграми Лошадьми И карликами И сказала Что они теперь Будут жить с нами До сих пор Мама всегда говорила Что держать животных В городской квартире нельзя И не соглашалась Даже на морскую свинку И вдруг Принесла кота Маленького Рыжего Тощего С узким Змейным телом И удивительными Оранжевыми глазами Сказала Растерянно Словно бы Сама себе не верит Похоже он Потерялся Выглядит как домашний И людей Не боится От самого белого Перелукозом нашел Надо его Покормить А потом Повесим объявление Про объявление Она сказала С таким фальшивым Энтузиазмом Что стало ясно Писать их Мама не собирается Сказала Надо только Чтобы успокоить Не столько домочадцев Сколько себя Отец Недоверчиво Хмыкнул Пожал плечами Но возражать не стал Он Вырос в доме Где всегда держали Котов-машеловов И квартира без кошки Казалось ему Недостаточно уютной Вроде бы Все на месте Но чего-то не хватает Ну То есть На самом деле Понятно чего Кошки или кота А теперь Полный комплект Яшка от восторга Надолго утратил До речи Весь вечер Тень уходил за котом Не решаясь Его погладить Хотя кот вряд ли Стал бы возражать Яшка сразу Стал его любимцем И никто не удивился Когда кот Улегся спать У него в ногах А потом Как-то незаметно Просочился Под одеяло Вернее Под тонкую простыню Которой Яшка Был укрыт В эту теплую Июльскую ночь Так что По утру Они проснулись В обнимку Кот звонко Мурлыкал от удовольствия А Яшка Чуть не плакал от счастья Прижимая его К животу Заглянул в оранжевые глаза И прошептал В мохнатое ухо Я тебя не выдам Я никому не скажу Что ты на самом деле Дракон Кошмары Ему кстати Никогда не снились Правда Часто снились Инопланетяне Но Яшка Их всегда побеждал Когда почувствовал Что пришла пора уходить Долго думал Как сделать Чтобы источник Его жизни Не гавриевал В разлуке К тому времени Он успел Довольно много Узнать о людях И понять Что привязанность Их уязвимое место Люди не знают Что разлуки не бывает Что все Кого мы любили Хотя бы один день Или час Или только миг Остаются с нами навсегда Впрочем Возможно Для них Это действительно не так Не придумал Ничего лучшего Чем разбудить Его поцелуем в лоб Конечно Обжег Но в тот момент Мальчишка Не почувствовал боли Глядел Как зачарованный На прекрасного Огненного дракона Маленького Размером Чуть больше Кота Который вылетел В распахнутое окно Но он тут же Снова вернулся Пристально посмотрел Его лицо Оранжевые глаза Встретились с серыми Такими Счастливыми Что можно было Улетать с легким Сердцем Все самое лучшее Уже произошло Ожог на лбу Был совсем маленький Но шрам От него Оказался глубокий Так и не сошел Яшка Впрочем Был доволен Шрам ему нравился Иногда Под настроение Рассказывал друзьям Это случилось Той ночью Когда убежал Наш кот Мне тогда было 15 лет И я как раз Окончательно Перестал верить Что он Заколдованный Огненный змей В этом возрасте Мы все Становимся Удивительными Дураками Но у меня Довольно быстро Прошло А то Ожог Повезло Ну что ж На этом все Я надеюсь Тебе Понравился Этот рассказ И я желаю И я желаю тебе Самых Самых Сладких Снов Если ты смотришь Это видео Перед сном А если же нет То я желаю тебе Хорошего Времени Суток И до новых встреч Пока Пока Пока